Всем привет, это рубрика «Это интересно» и с вами я, Настя Гдунова. Сегодня мы пообщаемся с мастером по меди, основателем и руководителем мастерской Дэн Акс, Денисом Аксеновым. Что я только не делала. И дерево я сажала, и борщ варила. А сегодня я попробую сделать розу из металла. И в этом мне поможет Денис. Я ознакомилась с вашим инстаграмом. Мне очень понравились ваши работы. Я не могла просто не приехать к вам, узнать, как же они создаются, как вы создаёте эти произведения искусства. И первый мой вопрос такой. Как вы пришли к работе с металлом? Шёл, шёл и пришёл. А если подробнее? Ну, скажем так, я работаю с металлом всю жизнь. Я был кровельщиком в третьем поколении. И потом одна случайная травма перевернулась в мою жизнь. Я начал заниматься декоративным прикладным искусством и украшать кровли, фасады, потому что я занимался этим всю жизнь. Ну и как-то перешёл потом мастерскую и начал делать художественный арт-объект. А кем вы мечтали стать в детстве? Сбылась ли мечта из детства? Наверное, и мечтал стать этим, потому что я когда был маленьким, мне бабушка, чтобы накормить щами, доставала дедушкин молоточек, давала кусок железа, я по нему стучал. То есть моё будущее было предопределено в детстве. А какая самая такая длительная работа, на которую вы потратили очень много времени и сил? Изначально не сама работа, наверное, занимает больше времени, а сколько обдумывание эскиза и продумывание, как это будет делать. А откуда вы берёте вдохновение? Приходит, само. Ещё в школах рисовал в тетрадках разных всяких, горгули, чудовищ, динозавров и тому подобное и так далее. Наверное, оттуда всё это идёт. Я на самом деле очень хочу что-то создать из металла и хочу попробовать свои силы и оценить, что же получится в итоге. Итак, Денис, что же мы сегодня с вами сделаем? Мы сделаем сегодня розу из меди. Как долго мы это будем делать? Это зависит, наверное, от желания и возможности. Я думаю, быстро у нас получится. Это вашим желанием и моим опытом. Я думаю, что мы сделаем это очень быстро. Какой будет первый шаг? Что мы должны сделать? Первый шаг. У нас здесь есть заготовка из эскиза, есть ножницы по металлу. И для того, чтобы понять, как работают ножницы по металлу, нам нужно ножницами по металлу выразить эскиз на бумаге. Нет, ребята, это не моё. Нет, ребят, не могу. Ребят, а кто сомневался? Талантливая девушка, талантливая во всем. Посмотрите, как это всё так вырезано. Разве его не верится мне? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие друзья, ну а пока наша Роза в процессе сборки, мы продолжим беседу. У меня ещё очень много вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Есть ли сложности и сталкивались ли вы вообще со сложностями с работой с металлом? Каждый день. Какие, например? Ну, каждый проект индивидуален, и он требует очень такого тщательного обдумывания и придумывания. А как долго делаются эскизы? Иногда работа делается в два раза быстрее, чем работа над тем, как это делать. А для каких звёзд вы делали какие-то, может быть, скульптуры или какую-то работу определённую? Есть такие? Расскажите подробнее. Мы делали горкули для замка Максима Галкина. Делали рыцари со змеем, украшали его замок. Недавно мы сдали котёл единения национальный, котёл для чеченского народа, для главы Рамзана Кадырова. Ну, есть ещё некоторые. Вот вы перечисляете такие имена, Рамзан Кадыров, Максим Галкин. А может ли обычный человек заказать какую-то работу у вас, создать какую-то скульптуру? Может. Любой абсолютно обычный человек может заказать мне работу. Дорогие телезрители, не переключайтесь, ведь прямо сейчас вы увидите фото работы, как же выглядят эти скульптуры. Денис, как долго вы работали над горгулями? Каких они размеров? Как вообще это всё происходило? Горгули ростовой формы. Они человеческий рост. Их 4 штуки. Работали мы над ними где-то год. Вместе с установкой они висят на высоте 20 метров. Скульптура отдельно стоящая на башне. Это был «Змей и рыцарь». Мы над ним работали где-то около 4 месяцев. Высота его 6,5 метров. Инициатива работы, вообще вот эта работа горгуля, от кого она исходила? От меня. А почему такой выбор? Ну, мне показалось, что они там нужны. А что вы хотели передать с помощью горгулей? Ну, там нужно было произвести какие-то работы. И, скажем так, это была комплексная работа. То есть я придумал, ему предложил. Два дня думал. Сначала сомневался, переживал, советовался. Потом такой, как бы сказал, ну, типа, ладно. А потом, как бы, мы что-то начали. И уже пошло, пошло, пошло. А были какие-то другие задумки? Не горгуля, а что-то? Нет, сразу, сразу горгуля. То есть я приехал вечером, нарисовал просто эскиз. Отправил. Человек думал. Потом сказал да. А рыцарь и дракон? А это уже в процессе, потому что горгули понравились. А как Алла Борисовна к этому отнеслась? Горгули, в замке, как это? Ну, спокойно. Замок. Ну, сам по себе замок, как бы он... Может быть, ангелы были бы там, эстетичнее смотрелись, нет? Там есть... Горгули – это мистика какая-то? Это больше мистическое существо? Там рыцарь, который стоит, свергает змеи, он и есть ангел. Там, как бы, в перемешку все. Вы упомянули то, что вы делали работу для чеченского народа, для Рамзана Кадырова. Расскажите об этом. Мы воссоздали котел единения, то есть это национальный котел этого народа, который был утрачен во время Русско-Кавказской войны почти 200 лет назад. То есть к нам обратились с этим проектом, и мы просто его создали заново. Сколько времени было на это затрачено? Два месяца. Из меди, да, все это было сделано? Все из меди. Продолжение следует... Мне кажется, что металл очень хорошо вписывается в интерьер и декор дома. Расскажите о своих работах в области декора с металлом. Потому что мне кажется, что в любом случае, когда вы делаете работу, она идет с какой-то некой художественной изюминкой. Верно. Ну, металл везде используется. Это оформление ресторанов, домов, квартир. Также это фасадные элементы. Это архитектурные какие-то элементы. Это кровли водостоки. Как вы планируете дальше развиваться в этой области? Делать еще более масштабные громкие проекты. И радовать обычных людей интересными изделиями. А как вы думаете, важно ли идти за своей мечтой, слушать свое сердце, выбирать работу по зову сердца? Или вот только головой? Я пойду на юриста, потому что вот мне так сказала мама. Надо делать то, что нравится в первую очередь и получить удовольствие от того, что ты делаешь. Потому что если не будет баланса и будет диссонанс, то это ведет к деструктиву. Это была рубрика «Это интересно». С вами была я, Настя Гдунова и Денис Аксенов. А мне было приятно работать с таким мастером, как Настя. Она сегодня проявила себя на все сто. Сделала замечательную розу. Субтитры сделал DimaTorzok